Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале Вкусная Еда с Хадиджей. Сегодня вашему вниманию хочу предложить отличный рецепт вкусного торта Графские развалины. Будем готовить его по маминому рецепту. Всем настоятельно рекомендую приготовить по нему. Вы будете в полном восторге! Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне! Я буду взбивать белковую массу в планетарном миксере, можно и ручным миксером. Обязательно очень важно, чтобы у нас емкость и венчик были обезжирены и сухими. И сейчас мы сюда отправляем белки. Белков у меня 200 грамм. На каждые 100 грамм белка нужно добавлять 200 грамм сахара. Сахар у меня мелкий, некрупный. И у меня получается 200 грамм белка. На 200 грамм пойдет 400 грамм сахара. Для того, чтобы белки хорошо взбивались и были устойчивые, хорошие пики, чтобы белки были стабильны, я добавляю щепотку соли. И сейчас начинаем на маленьких оборотах. Когда появится нежная пенка, потом будем добавлять сахар. Образовалась очень хорошая пенка. И сейчас будем добавлять струйкой 400 грамм сахарного песка и будем взбивать дальше. Добавляю 2 грамма ванильного сахара. И сейчас понемногу добавляю сахар и на маленьких оборотах взбиваем, чтобы белки успели растворить сахар. Добавляем щепотку лимонной кислоты и весь оставшийся сахар. Добавили немножко лимонной кислоты и весь оставшийся сахар. И сейчас прибавляем скорость. Будем взбивать 8 из 10 минут. Добавляем 10 минут. У нас должны получиться хорошие устойчивые пики. Вот посмотрите, вокруг венчика должен образовываться вот такой шар. Еще не готово. Продолжаем взбивать. Обратите внимание, вокруг венчика образовалась облачко и масса глянцевая. И вот посмотрите, вот такие должны быть устойчивые пики. Я прокручиваю, чтобы вам показать. Вот посмотрите, вот такой клювик. Пики очень красивые, устойчивые, глянцевая масса. И второе, если мы перевернем с вами, масса никуда не девается. Посмотрите, как она великолепно держит форму. Все готово. Посмотрите, какая плотная, красивая масса великолепно держит форму. Вместо лимонной кислоты вы можете добавить лимонный сок. Где-то одну чайную ложку. Так и сахар будет лучше взбиваться, и масса будет с нежной кислинкой. И сейчас будем отсаживать на противень. На абсолютно сухой противень подготовила пергамент. И сейчас немножко зафиксируем, чтобы пергамент не гулял туда-сюда. Отсаживать будем двумя большими столовыми ложками. Еще меренги будут увеличиваться в размере. Для графских развалин они должны быть вот такой неровной формы. Я вам показываю вариант, как мы с мамой готовили. Я думаю, две большие столовые ложки в любом доме найдутся. Отсаживаем на расстоянии. Меренги должны быть большие. Поэтому, если у вас дома нет насадок, не переживайте. Вы можете отсадить вот такие меренги. У вас получится роскошный торт. Графские развалины. Как готовили раньше. Я буду, конечно же, меренги готовить и фигурные красивые, чтобы красиво украсить торт. Духовку включать заранее не нужно, потому что мы меренги будем не печь, а высушивать в духовке. Один противень у нас готов. И сейчас будем формировать второй. Второй противень тоже готов. Я сделаю большие и маленькие. Маленькие будут. Чем выше торт, тем поменьше будут меренги. Вот такие они немножко у нас не суразные, но это будет очень красиво смотреться. Отправляем в духовку. Я буду сушить меренги полтора часа при 100 градусах. Через один ярус, чтобы была циркуляция воздуха. И сейчас выкладываем вот такой насадкой для макарон. Ровные грани и будем выкладывать средние пики. Отправляем в духовку на полтора часа. И еще отсадим вот такой фигурной насадкой. Такие красивые фигурные меренги можно украсить потом шоколадом сверху. Почему нежелательно прибавлять температуру в духовке? Для того, чтобы они у нас не были коричневыми, а оставались беленькими. Очень красивое будет сочетание шоколад, чернослив и карамельного цвета крем. Когда слишком высокая температура, они сразу покрываются корочкой. Внутри еще не успевают подсохнуть и получится не очень-то интересная и хорошая безе меренга. Все готово. Отправляем в духовку. 40 грамм грецких орехов. Обжарили при 150 градусах 15 минут. И сейчас нужно измельчить. Готово. В отдельную емкость собираем сыпучие продукты. Я добавляю 50 грамм миндальной муки. Если у вас нет миндальной, то вы в целом берете 100 грамм пшеничной муки. 50 грамм пшеничной муки высшего сорта. Заранее ее просеиваю. Сюда же добавляю пол чайной ложки разрыхлителя, либо 3 грамма. И также щепотку соли. Все хорошо смешиваем. Это мы подготавливаем сыпучие продукты для бисквита. Все готово. В емкость добавляем 2 яйца и желток и белок вместе. У меня комнатной температуры. Сюда же добавляем 100 грамм сахара и 5 грамм ванильного сахара. Можно экстракт ванили, можно ванилин. Взбиваем до пышности. Масса должна увеличиться и побелеть. Массу хорошо взбили минутки 4. Конечно, вы можете для лучшей вероятности взбивания бисквита белки от желтков отделить. Но можно и так. Вот такая нежная масса у нас получилась. И сейчас сюда же мы добавляем растопленное масло. 30 грамм. Оно должно быть непременно теплым. И все аккуратно вымешиваем. Сюда же добавляем перемолотые орехи. Все вымешиваем аккуратно. И сейчас будем уже добавлять мучную смесь. И сверху добавляем мучную смесь. Все хорошо вымешиваем снизу вверх. Аккуратно. Не взбиваем, а именно лопаточкой вымешиваем. Вот такая масса у нас получилась. Очень ароматная, нежная. И мы сейчас выливаем все в форму. Духовку я уже включила на 175 градусов. Форму я взяла разъемную, квадратную. Мне очень удобно устанавливать меренги именно на квадратной форме. И бисквит у нас тоже будет квадратный. Это просто основание для графских развалин. Выстелила пергаментной бумагой основание. Размер у меня 24 на 24. И сейчас выкладываем сюда тесто. И разравниваем ровным слоем. Итак, у нас все готово к отправке в духовку. Выпекать будем при 175-180 градусах 20-25 минут. Включаем верх-низ. Я на готовность бисквит проверяла шпажкой. И сейчас проходимся по краю. Снимаем пергаментную бумагу. Он великолепно попекся. Посмотрите, какой он ореховый. Все готово. Устанавливаем на тарелку, где и будем формировать торт. Установили на блюдо. Очень нежный получился у нас корж. И сейчас будем готовить крем. 300 грамм сливочного масла 82% жирности. Отправляем в емкость. Нам нужно масло взбить до побеления. Это мы готовим с вами основной масляный крем, как мы готовили в те старые добрые времена. В советские времена так готовили графские разваленные. И сейчас добавляем вареную сгущенку. Вареные сгущенки у меня 450 грамм. Торт я делаю большой, поэтому, конечно же, и пропорций здесь много. Если вы делаете тортик маленький, то вы можете уменьшать вдвое все пропорции. Вот такая карамельная масса у нас должна получиться. Посмотрите, какое все нежное. Все, масса готова. Яркий карамельный цвет. И очень вкусно. И сейчас начинаем собирать уже торт. Для посыпки будем использовать чернослив. У меня 70 грамм. Чернослив желательно выбирать мягкий, потому что замученный чернослив твердый. В таком торте, как графские развалины, не очень-то будет хорошо. У меня очень мягкий чернослив. Я нарежу сейчас на кусочки. А также орехи. Орехи я взяла 100 грамм. Их можно немножко в духовке подсушить, поджарить. И нарежем средними кусочками. И все это будем обсыпать наш торт. Вот на такие кусочки делим. Как вам нравится. Можете кубиками нарезать. Можете кругляшками. Можно еще измельчить. Но вот сочетание этого крема, безе, чернослива и орехов изумительное. Орешки нарезаем вот такими крупными кусочками. Не мельчим. У нас все готово. Вот такой орех должен быть рубленый. Собираем торт. Посмотрите наше безе. Как великолепно пропеклось. Как оно выглядит прекрасно. Очень легкие. И самое главное беленькие. Они сохранили свой цвет. Я вам хочу показать. Фигурные у нас тоже очень красивые получились. Посмотрите, какие легкие. Очень красивые. Прекрасно держат форму. И внутри. Какие они получились внутри. Посмотрите, абсолютно сухие. Легкие-легкие. Невесомые. Я сейчас бисквит буду смазывать кремом. И вот несколько безешек наломаю на кусочки. И буду этот бисквит с боков обсыпать. Очень нежная и красивая крошка получается от такого безе. Правда, такое безе очень сильно впитывает влагу. Поэтому очень важно, если вы напекли такое безе впрок. Я обычно такой торт готовлю на праздники. Безе готовлю меренги заранее. Обязательно нужно держать в герметичной упаковке. И пергаментом выстилаю и закрываю, чтобы не было доступа влаги. В противном случае они начнут у вас липнуть к рукам. Не будут сухими. И будут терять форму. Это важно. Вот такой обсыпкой вы можете любой торт украсить. Посмотрите, как оно крошится. Какой нежный безе. У нас все готово. Если нам нужно будет еще, сделаем еще. Все, начинаем собирать торт. Выкладываем на бисквит крем и распределяем. Пропитывать корж абсолютно ничем не нужно. Он очень вкусный, влажный, насыщенный орехами. Поковинки тоже помажем и как раз покроем нарезанным безе. При желании вы можете приготовить два коржа и прослоить между двумя коржами безе нарезанным. Но мы готовили раньше, вот с мамой, когда готовили в детстве этот торт замечательный. Мы готовили без коржа. Просто вот так смазывалось на тарелку основание кремом. И выкладывалось сверху подготовленное безе. И выкладывалось все конусом. Очень красиво было. Обсыпаем вот так боковиночки. Итак, основание у нас готово. И сейчас мы берем самые большие меренги. Вот эти. Смазываем основание. Боковиночки. Верхушку не трогаем. И устанавливаем сверху. Первый слой у нас готов. И вот мы сейчас вот эти маленькие безе вот так вот слегка обмазываем. И вот в эти проемы формируем первый слой. И теперь посыпаем орехом немного. И вот так чернослив. А теперь второй слой будем выкладывать. Меренгу смазывать между двумя. И будем потихонечку форму сводить к конусу. Поэтому на расстояние отступаем. И будем сейчас круг сужать. Для связующих моментов немножко вот так добавлю крема. В данном случае у нас крем как цемент. И сверху выкладываем следующий слой. Туртик наш все выше и выше. И сейчас мы будем добавлять орех. И чернослив немного. Поверх выкладываем уже фигурные, красивые. Можем вот так вот крем выдавливать. И отсаживать. И еще вот такие маленькие пики. И у нас будет завершенный вид. Там где есть пустоты. Посмотрите, у нас уже практически завершен. Какой он красивый, массивный. Крем ушел у нас почистую. И сейчас мы орешками присыпаем. Там где особенно есть пустоты. И добавляем чернослив. Чернослив все мы установили. И я подготовила шоколадную глазурь. В инфобоксе я обязательно напишу. Бюджетный вариант шоколадной глазури. И на молоке, и на воде. И сейчас произвольно. Очень красивые потеки. Надо постараться, чтобы шоколадная глазурь была жидкая. Я для этого беру темный какао, порошок. Посмотрите, как это все красиво. Минимум 4-5 часов нужно, чтобы в холодильнике эта красота у нас постояла. Посмотрите, какое. И сейчас эту красоту отправляем в холодильник. На всю ночь я отправляю. Утром будем пробовать. Посмотрите, какой торт у нас красивый. Волнуюсь. Только достали его с холодильника. Итак, дорогие друзья, торт получился просто отменный. Очень нежный, очень вкусный и оригинальный. Конечно же, графский разваленный торт каждая хозяюшка готовит по-своему. Но я вам показала вариацию, которую готовила моя мама. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими. И в соцсетях. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. И не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до свидания, до новых встреч, друзья, на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok